Могут ли христиане заниматься или увлекаться спортом? Или просто следить за спортивными новостями? Дело в том, что у спорта тоже есть свой бог и имя ему Олимп. Все вы слышали о олимпийских играх. В моей жизни встречались пастыра и я ходил в эти церкви. Один из них любил бокс. И во время служения он мог призвать боксеров на сцену, которые показывали показательные бои. Другой пастыр качал свои мышцы, он ходил в тренажерный зал. И он выходил во время проповеди и рассказывал какую мышцу он сегодня качал. Люди до того дошли в свои греха, что они потребовали хлеба и зрелищ. И дьявол дал им и хлеб и зрелище. Это спорт и все виды спорта. Люди тратят свое время впустую, занимаясь всей этой глупостью. Они не понимают, что они будут давать отчет перед Богом за каждую прожитую свою минуту. Тем более, если ты поклоняешься иному Богу, Богу Олимпу. Христиане до того дошли, что они не только сами увлекаются спортом, но они и других людей втягивают во всю эту нечисть. Даже некоторые христиане становятся тренерами по какому-то виду спорта и говорят, что это нормально. Есть другие христиане, которые открывают фитнес-клубы, занятия йогой, восточной медицины и тому подобное. Но это все мерзость в очах Господа. Это все мерзость. Конечно, не нужно впадать в крайности. Если человек идет немножко быстрее, чем другой человек, это не значит, что он занимается спортивной ходьбой. И не нужно его в этом обличать. Если человек взял велосипед и поехал с одного места в другое или просто прогуляться по парку в наушниках, слушая Библию или проповедь, то это не значит, что он занялся спортом. Он просто, чтобы не сидеть дома, поехал послушать проповедь на природе. В этом нет ничего плохого. Я сейчас говорю о конкретном занятии спортом, когда человек посвящает свое время тому, чтобы поклоняться иному Богу, Богу Олимпу. Поэтому задумайтесь, дорогие христиане, если ваш пастор выходит во время проповеди и проповедует вам о каком-то виде спорта, то, что он посмотрел какой-то спорт и вам что-то об этом говорит, то знайте, этот пастор заблудился. Он поклоняется иным богам и он вас вводит в заблуждение. Бегите от него, потому что грешники они всегда искали хлеба и зрелищ. Если тебя увлекает спорт, значит ты грешник и ты любишь хлеб и зрелище. И ты закончишь в аду. Покайся, мой милый друг, и не следуй за этими обманщиками, которые обманывают тебя в твоей церкви. Да благословит вас Господь наш Иисус. Покайся, мой милый К encар nächsten с Дя. До новых встреч.